На этой неделе Тверской суд вынес приговор моему другу, художнику-акционисту Паше Крисевичу. За символический холостой выстрел он получил пять лет колонии, другим за реальные выстрелы дают меньше. «Я хотел показать, что Россия находится на границе холостых выстрелов и настоящих», заявил Крисевич в последнем слове. Эту границу наша страна навсегда перешагнула роковым утром 24 февраля. Художник, как это часто бывало, предвосхитил будущее и попытался предупредить нас, а мы до последнего не верили, потому что верить очень не хотелось. За этот пророческий жест он поплатился пятью годами свободы. Страшную цену нашей слепоты всем нам еще предстоит узнать. Свободу Крисевичу. 20 ноября 2022 года. Матроска Дима. Последнее слово Паши Крисевича. Мне на самом деле сложно говорить после такого большого запроса. Этот запрос самый большой, который я видел за всю практику по статье 213 УК РФ. То есть я спокойно мог бы быть каким-нибудь кыргызом, который до полусмерти избивает человека арматурой в массовые драки на почве межнациональной розни. Запрос у него 4 года и 8 месяцев. Отдают ему 2 года. Я мог бы быть туинцем, который пятый раз спырнул ножом человека посреди метро. Мне бы дали по 115 год строгого режима. Я просто не понимаю, почему такой строгий запрос. Это довольно смешно, что каждый раз сторона обвинения подливала мне меру пресечения, не заботясь о том, чтобы эта мера соответствовала правам человека. Чтобы все время в СИЗО я находился в камере, в которой находится на 10 человек больше положенного. Что мне не предоставлялись медицинские услуги. Что ворвались передачки, терялись письма, шли жалобы на это. Никто не действовал. Даже несмотря на то, что более полугода с момента начала следствия мне все равно продолжали продлевать меру пресечения ввиду тяжести статьи, хотя тяжести статьи не являлась причиной для продления меры пресечения. Я был бы готов частично признать вину, если бы следствие действительно шло. А не от меня бы отмахивался следователь и говорил, что нет, ты не будешь встречаться с потерпевшими. Не отменял бы экспертизу, из-за которой мне подливали аресты. Учитывая, из чего состояли обвинения, группа лиц так до сих пор не доказана. Я просто читаю многие обвинения, которые есть у людей по 213 части 2, у которых 10 подельников, которые совершили массовую драку, например, в Ашане. Кидались лопатами, били друг друга стульями, стреляли из травматического пистолета. И когда там доказывают, что кто-то план создавал, как вести хулиганские действия, там под строком прописывают, что он кому говорил. Когда есть неустановленный подельник у наркоманов по 228, там хотя бы присутствует доказательство в виде приписки. Судья. Крисевич, мы в отношении вас дело рассматриваем, а не в отношении наркоманов. События в Ашане конкретно вам предъявлены обвинения. Перебивает судья Бельков. Я полностью с этим обвинением не согласен. Считаю, что группы лиц не было, что пистолет не является оружием, а я содержался все это время в условиях, несравнимых с правами человека. Учитывая наличие заявлений потерпевших, так или иначе состав преступления подходит под часть 1 статью 213 УК РФ, и я был бы готов частично признать вину по 213 части 1, так как мне стыдно перед потерпевшими. Я не хотел, чтобы они испугались и сделал все от себя зависящее, чтобы никто из окружающих не пострадал. Специально выбрал пистолет подобной конструкции, чтобы он не мог нанести вред мне или окружающим. Специально выбрал место, где было меньше людей вокруг меня. Я хотел показать, что Россия находится на границе холостых выстрелов и настоящих. Собственно, спустя год подобное сбылось. В итоге все равно запрашивают такие сроки мне. Я просто не знаю, как это сказать получше. В общем, я готов частично признать вину по первой части 213, как хулиганство и нанес след потерпевшим. Но я не готов признать вторую часть, потому что вторая часть от начала и конца вымысел все придумано следствием. Прошу суд учесть смягчающие обстоятельства применить 64-ю статью смягчение. Переквалифицировать дело на менее тяжкую статью. 18 октября 2022 год. Тверской районный суд.